добрый день дорогие друзья спортивное питание тема этого небольшого видео размышления это очень важная тема для тех кто посещает фитнес-центры или пытается корректировать свою внешность свое здоровье через физические упражнения дело в том что спортивное питание это коммерческая уловка на самом деле этого термина не должно было быть питание спортсменов должно быть природным естественным немного измененным и другим чем у обычных людей потому что физические нагрузки в спорте они гораздо выше чем в обычной жизни и многие спортсмены тренируются не один раз в день а дважды иногда даже трижды в день и поэтому спортивного питания должно быть больше чем у обычного человека но это питание должно быть природным естественным а не искусственным химическим и термины бывают разными верными и лживыми и хотел бы сказать о том что есть химические неприродные субстанции которые продают для людей с целью изменить их правильное восприятие происходящего то есть есть люди которые недовольны своей внешностью своим здоровьем и вот этих людей убеждают в том что принимая те или иные скажем так химические субстанции можно потерять весе или прибавить весе или улучшить работу своих суставов мышц и так далее это уловка как нет спортивного сна так и не может быть спортивного питания в том виде в которой сегодня людей в этом убеждают но бизнес индустрия фитнесе это многомиллиардные доходы это деньги это не забота о здоровье людей а это забота о пополнении своих карманов но я сегодня замечаю другую тенденцию через так называемая фитнес питания разрушается деструктивные изменения происходят очень сильные разрушается здоровье людей а здоровье невозможно купить за деньги поэтому вторжение так называемого спортивного питания в жизнь людей происходит очень быстрыми темпами и большинство людей в огромных заблуждениях в том что им надо набрать массу мышечную или похудеть или подсушиться или для суставов и костей а также отдельно для женщин а также для подростков необходимо корректировать и добавлять питание что-либо инородная неорганическая и так далее и такие понятия как биодобавки допинг витамины минералы протеины аминокислоты они сегодня в ходу у большинства людей которые посещают фитнес-центры и хотел бы сказать о том что вообще фитнес-центра в мире примерно сто пятьдесят три тысячи в россии 13 тысяч фитнес-центров и россия занимает достаточно ведущее место в мире очень много фитнес-центров таких странах как сша бразилия мексика германия аргентина южная корея италия канада и хотел бы сказать о том что вмешательство в природную естественную среду человеческого тела искусственными химическими неорганическими соединениями обязательно приведет к разбанцелу разбанцеловки работы гормонов а гормоны это тонко налаженный механизм естественный для каждого человека и вот когда это происходит тогда работа крупных органов таких как мозг сердце печень почки она происходит неверной и вследствие этого ухудшается а не улучшается здоровье людей и вследствие этого люди начинают болеть и продолжительность жизни их снижается поразмышляйте об этом желаю вам божьей милости благодати до свидания